По Портнову. Власти как чего-то набрали в рот. 3 июня 2022 года Портнов выехал в Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения ЧОП, ТИСа, схемы. СНБО не ввел в отношении Портнова санкций. В сентябре 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил это так. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких, как Портнов, очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. А теперь доказательства появились в виде тысяч трупов в Буче и других городах из-за расстрельных списков активистов, которые Портнов три года открыто составлял при поддержке властей. Но это не стало поводом к задержанию. Это послужило поводом для власти его отпустить. Сначала таинственное выделение НГУ для охраны его дома в первые дни вторжения. Потом, когда СБУ берет его соратника, Портнов понимает, что пора переходить на нелегальное положение, чтобы ненароком не грохнули. А затем, через два месяца, свободно пересекает границу Украины с Венгрией и, наконец, его номер телефона выныривает в Москве. Принимая во внимание резонанс, можно было бы ожидать от зеленых привычного разговора, пыль в глаза, обвинения всех, кто подымает тему Портнова в работе на Путина, Отвлечение очередным провокатором, который истошно орет на Порошенко. Также они могли бы объявить красивое расследование, чтобы показать, как они не заангажированы, как и с генералами-СБУшниками. Но ничего! Молчат зеленые партизаны! Объясняется все просто. Агентура в окружении предыдущие три года технически замазала наивылычней вшивого в кучу преступлений. Пользуясь некомпетентностью банного аниматора, на него получили папочки, и теперь оно – шестерка своих подчиненных. Поэтому ни Ермака, ни Татарова уволить не может. Поэтому круговая порука и омерта. Побороть их можно, если схватить одного и получить показания на других. Это очевидно, и это хотели сделать патриотические сотрудники СБУ в отношении Портнова. Но пока агентура действует быстрее. По югу. Целый десант предателей, назначенных Зеленским. К задержанным генералам Криворучко и Садохину прилагается генерал Кулинич. Выпускник Академии ФСБ вышел в тираж еще в 2005 году. Но почему-то возвращается в СБУ во время Бениного реванша и в 2020 году сразу же на руководящую должность. Возглавляет направление СБУ по Крыму. В результате оказывается предателем. Как и предателями оказались глава СБУ Херсона, глава АТЦ СБУ Херсона, глава ГУ внутренней безопасности СБУ Наумов. Такая вот плеяда троянских коней назначена указами Зеленского по югу. Вряд ли сам дипломированный юрист подбирал эти кадры. С самого начала ему это подсовывали в рамках агентурной операции РФ по подготовке быстрого захвата Юга. Тот, кто у звезды самодеятельности отвечает за кадры, тот и является главным предателем. Вас еще удивляет вопрос конгрессвумен Спарц к Ермаку по быстрой сдаче Херсона. Субтитры создавал DimaTorzok